Дворца спорта В которой пришлось выступать в квалификации Две другие российские участницы Ксения Макарова и Алена Леонова Естественно попали в короткую программу без всякого отбора И обе они будут выступать в заключительной пятой разминке Где выступают сильнейшие А вот Полина Коробейникова ей пришлось отбираться Сделала она это просто замечательно Нужно было попасть в число 10 лучших в квалификации Там было где-то около 30 участниц Она справилась с этой задачей очень легко Показала лучшее катание в произвольной программе Заняла первое место в квалификации И не просто первое место А с огромным преимуществом над соперницами Выиграла у всех других участниц более 13 баллов Итак, о чем я говорил, произошло Появились на льду 6 фигуристок И сейчас нам будут их представлять Именно в том порядке, в котором они будут выступать В этой разминке Но я напомню, что Моника Семанчикова из Словакии Для нее это самые радостные минуты в ее спортивной карьере Эти 16-летние фигуристки Потому что она сейчас какое-то время лидер Лидер соревнований чемпионата Европы Именно Моника Семанчикова Она выступала совсем недавно Завершала вторую разминку Сейчас она впереди Ее сумма за короткую программу 46,39 балла Но нет никаких сомнений, что Многие из тех, кто сейчас находится на льду Если не все, конечно же Должны показывать более высокий результат И я очень надеюсь на то, что После того, как все шесть участниц этой разминки Покажут свою короткую программу Во главе турнирной таблицы Будет наша Полина Коробейникова Для этого есть абсолютно все предпосадки И все основания Еще раз хочу напомнить Что действительно некий прорыв Происходит у нас сейчас В женском одиночном катании В российском Замечательные результаты Показывают наши И совсем юные фигуристки И уже более опытные фигуристки На всех турнирах, в которых участвуют Что касается Полины Коробейниковой То она, как известно Выступала в финале Юниорского гран-при Недавно в декабре Кошелского года Где и заняла Третье место Стала бронзовым призером В этом финале Юниорского гран-при Всех превзошли Юные российские На фигуристки Чемпионкой стала Юлия Лепницкая Серебряная медаль У Полины И вот бронза Вот как раз Полины Которые нам сейчас Представляют Представляют ее И всем Зрителям на трибунах Которые Аплодируют Нашим фигуристким Я думаю, что многие Зрители были Здесь и во время Вот этой квалификации Напомню, что Так сложилось Все обстоятельства Что пришлось Квалификацией Участвовать И нашему Евгению Плющенко У которого не было Соответствующих Рейтинговых очков Так что Квалификация Также была Очень интересна Для зрителей Может быть Народу на трибунах Было Не так много Как сейчас Но тем не менее Зрители были И даже Квалификация На этих соревнованиях Вызвала Большой Зрительский Интерес Итак Первый У нас покажет Свою короткую Программу Уже буквально Через Две минуты Осталось Дыхаться Разминки Первый Выступит Упытнейшая Изабель Биеман В Бельгии Ей 28 лет Она чемпионка Бельгии Последних лет Давно Она уже выступает На чемпионатах Европы Чемпионатах мира Даже участвовала И В Олимпийских играх 2010 года В Ванкувере Но Результаты у нее Весьма скромны На всех этих крупных турнирах Она где-то Как правило В четвертом Десятке Ну и Даже вот Когда она оказывается В третьем десятке Это в общем-то Для нее Определенное достижение Она Три года назад Переехала Тренироваться В Германию Ну и Кстати Изабель Пиман Она выступает Еще и в синхронном Фигурном катании Но на международном уровне Выступает Я думаю Что там И успехи Даже более значительные Чем В соревнованиях Одиночниц Вслед за ней Татчанка Карина Йонсен Затем Еще одна дебютанка 17-летняя Натали Вайнцир Из Германии Ну и Четвертой В этой разминке Будет показывать Свою короткую программу Наша Полина Коробейникова Еще две участницы После Полины Наталья Попова Наталья Попова И француженка Ирета Силите Ну вот Большим интересом Я жду Как раз выступление Француженки Но об этом Чуть позже Когда Останет ее черед Я расскажу о том Почему Мне так интересно Ее короткая программа Конечно Не настолько Как выступление Полины Коробейниковой Но тем не менее Есть Есть повод Серьезно Интересоваться Короткой программы Французской Фигуристы Так Завершилась Разминка И Изабель Пейман Чемпионка Бельгии Самая опытная Участница Этого Чемпионата Есть результат 46 и Одна десятая Балла За короткую программу А вот В сезоне Во всяком случае На вот таком уровне На международных соревнованиях Она значит просто Еще не выступала Сколько Результат В сезоне У нее просто Отсутствует Она чемпионка Бельгии Но мы знаем Что результаты В национальных Чемпионатах Они ИСУ их Не засчитывает Считая Что Судейство Чемпионатов Отдельных стран Может быть Достаточно Субъективным Хотя Это тоже момент Спорный Во всяком случае Судейство На чемпионате России Последнем В Саранске Было Более чем Объективным О чем говорят Что результаты В частности Тех же Спортивных пар Результаты Показанные Здесь И показанные В Саранске На российском Чемпионате Они практически Совпадают Более того Здесь даже Оценки могут быть Даже повыше И были Повыше Каскад Тройной Двойной Тулупы Пропеда С heaven С heaven Каскад 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 Em Каскад В КОНЕЦ 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 Хорошее было начало. Хорошо она справилась с каскадом. Тройной и двойной тулуп. Не самым лучшим образом был исполнен тройной Сальхов, а вот двойной аксель явно не получился. Но, с другой стороны, были хорошие вращения у неё. Я думаю, что за них она получит хорошие оценки, потому что за технику оцениваются не только прыжки, но и вращения. В данном случае три вращения. Вот этот самый первый каскад 2-3. И вот злополучно. Нет, это как раз те самые вращения, о которых я говорил. Но вот, не знаю, не показали, по-моему, нам ошибку на двойном акселе. Ну, кстати, вращения у неё два из трёх вращений самого высокого четвёртого уровня. Ждём оценку. Ну, вот я продолжу тему, которую так вкратце затронул. Я имею в виду оценки на чемпионате России и оценки здесь на чемпионате Европы. То есть всегда говорят, что на национальных чемпионатах судьи щедро выдают оценки высокие спортсменам. Ну, не знаю, как в других странах, в России ничего подобного. И конкретный хочу привести пример. Ксения Столбова, Фёдор Климов за свою короткую программу получили оценку даже выше, чем на чемпионате России. Да, она только третья. Только третья у нас фигуристка из Бельгии. А вот сейчас Карина Йонсон, 20 лет датской фигуристки. Выступала она уже без особого успеха на чемпионатах Европы. Кстати, была в прошлом году в Москве на чемпионате мира. Но в произвольную программу не попала. В итоге только 26-я. Ну, да фигуристку тренирует её отец Кент Йонсон. Кстати, отец и мать её также имеют отношение к фигурному катанию, потому что выступали они в ледовых шоу. Буквально на первых секундах она исполняет двойной аксель. Вот очень поздно она исполняла каскад и было видно, вот я здесь достаточно близко нахожусь к этому бортику, что просто у ней по определению не получится второй прыжок в каскаде, потому что она уже была просто рядом с бортиком. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 луц и двойной тулуп она стала, начала его выполнять уже просто рядом с бортиком. Ну и в итоге там непонятно, получился ли даже этот первый прыжок тройной луц. Ну вот здесь она такое впечатление, что увидела вдруг этот бортик прямо перед собой, и для нее это было таким неприятным сюрпризом. Да, я смотрю, что не засчитан ей, конечно, этот луц как тройной. В итоге это будет двойной луц и с приземлением, естественно, на обе ноги. Ну, видели, что тройной Сальхов так вполне удовлетворительно был исполнен, ну и хорошо исполнен двойной аксель. Вот если бы не эта ошибка на каскаде, которого мы так и не увидели, то, конечно, оценка была бы совершенно иной. Где-то баллов может быть на пять выше, чем будет окончательная оценка. Ну вот так пауза обычно затягивается в тех случаях, когда у арбитров возникают вопросы, связанные с тем же, возможно, недокрут. Да, только 38,23. Сюда, если прибавить где-то 5 баллов, будет где-то результат в районе 43. А так, лишь седьмое место. Готовится к исполнению своей короткой программы. Вот такой ритуал общения с тренером, с своей подопечной. Это Натали Вайнцирли. 17 лет этой фигуристки. Ее первый чемпионат Европы. Очень мало что про нее известно. Вот единственное, что я обнаружил, это ее личный рекорд в короткой программе. Всего-навсего 29,88. Звучит музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многое, конечно, зависело от акселя, исполнения акселя, но двойной аксель у нее превратился в одинарный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А до этого все было очень даже неплохо. Каскад тройной, риттбергер, двойной тулуп. Тройной тулуп она также исполнила, и вот на акселе споткнулась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На ваших экранах сейчас промелькнула Виктория Волчкова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крабейникова. Ну, что касается фигуристки из Германии, ну, несмотря на вот это неудачное исполнение двойного акселя, тем не менее, очевидно только одно, что, безусловно, она, конечно, свой вот этот, даже не знаю, этот, может быть, результат просто с потолка был взят. Ее лучший результат в короткой программе 29 и 88, потому что ну, тут явно оценка будет совершенно другого уровня. Хорошее вращение. Одно вращение даже, вращение было очень сложным, четвертого уровня, и она с ним справилась довольно уверенно, но, словом, где-то под 40 баллов можно ждать итог этой короткой программы. Продолжение следует... Продолжение следует... момент, пятая, пятый результат. Ну, а продолжает у нас... продолжает лидировать Моника Семанчикова из Словакии. Ну, вот пора уже ее подвинуть на вторую ступеньку. Итак, на льду Полина Коробейникова. Нам показали ее лучший результат в этом сезоне. 48,87 балла, я так понимаю, где-то показала она его наверняка в финале юниорского гран-при в Квебеке. На музыку Петра Ильича Чайковского ее короткая программа. Ай-яй-яй! Такое хорошее начало было этого каскада. Тройной флип, тройной тулуп, предпадение. Тут важно, чтобы засчитали этот каскад 3-3. Тройной флип, итерные флип. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БЛЯЗИЁНЕНТЫ КОНЕЦ 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 что сейчас как раз этот вопрос и решается, то даже вот с падением Полина получит за него вполне приличные баллы. Но вот жалко, что, конечно, сорвала на тройной Риттбергер. Но с двойным акселем справилась очень неплохо. Но и в целом у нее программа, вот все ее вращения, все четвертого уровня. Ну и вот за счет удачного исполнения вращения мы видели, что и прыжки во вращение, и комбинированное вращение, все было, вот как раз мы сейчас наблюдаем это в повторе, все было исполнено очень здорово. Ну и многое будет зависеть еще от оценок, оценок за компоненты программы. Так что вот так бывает. Вроде бы было два падения, но я не удивлюсь, если оценка будет хорошая. Опять же все вот зависит от того, засчитает ли этот каскад как 3-3. Виктория Волчкова. Когда видишь эту фигуристку, сразу же вспоминаешь, что был такой период, начиная с 1999 года, по-моему, 4 года подряд на чемпионатах Европы. Наши фигуристки Виктория Волчкова, уже Ирина Слуцкая, Мария Бутырская, они не только выигрывали золото, но и выигрывали все медали. Да, вот несмотря на то, что даже два балла с нее сняли, тем не менее 49 и 41 сотый, это ее лучший результат в сезоне. Ну и как ожидалось, она выходит в лидеры, подвигая фигуристку из Словакии, передвигая ее на второе место. 18-летняя Наталья Попова представляет команду Украины. Тренируется она у очень известных тренеров, у Галины Змеевской и олимпийского чемпиона Виктора Петренко. Фигуристки 18 лет, она дважды уже была чемпионкой Украины. Вот ее короткая программа на музыку Альфреда Шнитке. Жизнь Т honоком на музыке. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вот Полина Коробедникова пока, кстати, единственная, кто исполнил каскад. Во всяком случае, засчитали этот каскад 3-3. Здесь был каскад гораздо попроще. Тройной Риттбергер, двойной Тулуп. Исполнен был, кстати, не самым лучшим образом. Ошибка была и на выезде из тройного флипа. В самом начале программы. Мы как раз этот видим неудачный первый прыжок. Ошибка на выезде. С вращениями она справилась очень неплохо. Но опять же, вот что происходит. Сейчас немножко пауза выставления оценок. Потому что вот этот каскад тройной Риттбергер и двойной Тулуп у арбитров сомнения насчет того, что был ли это полноценный тройной Риттбергер. И если его засчитают как двойной... Вот как раз мы видим сейчас олимпийского чемпиона. Виктор Петренко. Уминитый фигурист. Сейчас плодотворно занимается тренерской деятельностью. Так вот, если этот тройной Риттбергер будет засчитан как двойной, это сразу же падает базовая ценность этого каскада. А если он еще и выполнен был с ошибкой, что действительно мы с вами видели, то вы можете представить, насколько сразу же падает оценка. Таковы новые правила, ничего не поделаешь. Ну и вот во что это все выливается. 43,75 балла. Это у нас на данный момент шестой результат. Так что фигуристку из Словакии я считал, что многие смогут ее из этой разминки обойти. Но пока это удалось только Полине Коробейниковой. И вот выходит на свою короткую программу Ирета Эссилите. Я уже говорил, что мне очень интересна ее короткая программа. Дело в том, что она будет исполнять ее под музыку из кинофильма «Черный лебедь». Музыка Клинта Менсела. Саундтрек из этого фильма. Дело в том, что под эту музыку исполняли свою произвольную программу Татьяна Волоснажар и Максим Траньков. Тут, правда, может быть немножко другой саундтрек. Но во всяком случае, она вполне соответствует теме. Дело в том, что этот фильм «Черный лебедь» — это такой очень сложный фильм, психологический триллер, трагическая история балерины, которая репетирует роль в балете «Лебединое озеро». Накануне мы видели в исполнении «Волоснажара» и Транькова. Это действительно была драма на льду. Так периодически звучат фрагменты «Лебединого озера» Чайковского. Посмотрим, как получится эту музыку передать на льду. Все-таки это фрагменты всего 17 лет. КОНЕЦ КОНЕЦ «Лебединое озеро» КОНЕЦ «Лебединое озеро» «Лебединое озеро» КОНЕЦ Ну что ж, юная француженка просто молодец. Мало того, что она исполняла вот такую драматическую композицию, взялась исполнять под такую сложную музыку, но все дело в том, что она прекрасно справилась со всеми элементами этой короткой программы, что для короткой программы крайне важно. И не случайно вот так тепло ее приветствуют зрители, оценили. Ну и я видел, как и тренерская бригада тоже аплодирует своей подопечной. Я думаю, что сейчас все ее бросятся поздравлять. Действительно, она молодец. Во-первых, исполнила каскад из двух тройных тулупов. Очень ценный, с большой базой каскад. Тройной риттбергер у нее тоже получился очень хорошо. Ну, все прыжковые элементы были на загляденье. То есть она за технику получит высокую оценку. Ну и все хорошо было и с вращениями. Одно из вращений было высокого четвертого уровня. И безусловно, за технику будет оценка самая высокая. Но и за компоненты программы, я думаю, что арбитры достойно оценят и то впечатление, которое она произвела на зрителей, на всех нас. Я думаю, что у нас сейчас появится новый лидер. Лучший результат в сезоне у Силите 48,25 балла. Все идет к тому, что сейчас этот результат, она должна превзойти. А, кстати, ее личный рекорд в короткой программе 50,24. И этот рекорд также может пасть. Во всяком случае, она вполне этого заслужила. Так и есть. Посмотрите, за технику самая высокая пока оценка. Более 31 балла. Сумма 52,75. И она выходит в лидеры, выигрывая более трех баллов у Полины Коробейниковой. Так, это было последнее выступление в третьей разминке. Вот так выглядит сейчас итоговая таблица. Это значок этот Q говорит о том, что квалифицировались вот эти фигуристки и все уже в произвольную программу. Ну и сейчас еще. Еще одна шестерка. Эти девушки тоже. Тоже в короткой программе. Ну и у нас сейчас на лед выйдут участницы из следующей предпоследней четвертой разминки. Елена Елова, Эстония. Виктория Пенюсовская.